Здравствуйте! Меня зовут Кирилл, я представляю компанию «Амандо Бригадир». Какие-то крутые алгоритмы, надо построить фундамент, то есть оцифровать существующие бизнес-процессы. Для того, чтобы реализовать прототип решения, мы выбрали три компонента из полученной архитектуры. Первый — это интерфейс Logista, который позволяет вам контролировать план отгрузок, поставок на объекты с разбивкой по объектам, где он видит текущее состояние рейсов, и где ему приходят уведомления о каких-то критических ситуациях, где он может отреагировать, понять, что нужно срочно заменить машину или куда-то позвонить и так далее. Вторая часть — это, конечно, алгоритм, потому что это было явно указано как часть задачи. Алгоритм мы сделали для расчета оптимальных цепочек логистики и достигли следующих результатов. Мы взяли данные за первые два дня, чтобы можно было уплотнить эти цепочки, поставили ограничения на то, что используется только АТС компании, правда здесь почему-то побилось, там 45 АТС, и сделали две смены по 12 часов, и, соответственно, получили в результате кучу цифр, которых здесь нет. Ну, в общем, результаты были такие, что за одну смену удалось разгрузить все комплекты, которые были запланированы на два дня, то есть там практически в два раза увеличилась эффективность. Утилизация АТС и лодеры только брали 85% примерно. Как считать утилизацию? Так. Ну, мы… Я, честно говоря, про алгоритмы… Это я могу ответить. Утилизацию считали как общее рабочее время за смену, деленное на количество времени, когда АТС туда приехал. Изъехал или разгрузался? Оттуда выйдут. Ну, 10 мм. Так, да, и среднее количество рейсов за смену у нас получилось 4,77, с максимальным 7. Значит, и третий компонент, который мы прототипировали, это приложение для водителей, где они меняют статус, то есть там приехали на разбрузку, погрузились там или в пути. Оно привязано, разумеется, к GPS. Соответственно, если он находится не в контрольной точке, возможности у него сменить статус нету, ему предлагается сделать звонок диспетчеру и сообщить о том, что у него происходит. Технологический стэк у нас, в общем, JavaScript, React Native, React.js и API, Google Maps и Яндекс. Эффект этой интеграции, который мы ожидаем, это, разумеется, экономия денег, но мы считаем, что не менее важна эта возможность масштабировать логистику, потому что, когда бизнес растет, особенно строительный, логистика становится узким местом. И единоцентрализованная система, которая является единой точкой знаний о том, что происходит в компании с точки зрения логистики, она позволит повысить контролируемость и сократить риск человеческого фактора и, соответственно, масштабировать бизнес быстрее и с меньшими рисками в этом месте. Как мы видим развитие продукта? По сути, мы это поделили на три этапа. Первый этап – это оцифровка существующих бизнес-процессов. Для того, чтобы построить систему, которая собирает все данные в одно место, то есть централизованная система, дальше туда добавляется алгоритм с дополнительными оптимизациями для плановых расчетов логических цепочек и сквозная аналитика, после чего в итоге появляется рекомендательная система для логистов и руководства, которая предлагает варианты решений в политических ситуациях. То есть алгоритм расчета логистики – это штука про планирование, рекомендательная система – это штука про ситуационное решение. Партнерсы мы видим как разработку KPI для пилота и внедрения, и, соответственно, запуск пилотного проекта на ограниченном автопарке и каких-то объектах для того, чтобы протестировать решение и, соответственно, посмотреть, насколько это соответствует метрикам, которые были заданы. Ну и если все пойдет хорошо, то внедрить продукт уже в полном штабе. Наша команда – четыре человека, мы все, каждый из нас, имеют опыт более 15 лет в различных технологических проектах, но ключевым фактором, значит, успеха, который мы считаем, это то, что мы два года уже занимаемся, почти два года занимаемся разработкой IT-решений для строительства. Готовы ответить на ваши вопросы? Я, наверное, не услышал, а что вы, на чем вы это написали? Ну, сейчас, ну, прототип на, это со мной JS и, ну, уже успех. И алгоритм планировали, а то, что он на JS? Ну, не планируем, он есть, можно пойти по крутителю. Хорошо. А продукт, не совсем понял, вы готовы делать ЛПК именно продукт? Ну, вообще, мы его, скорее всего, будем и так делать, но мы готовы, поскольку у вас, конечно, очень уникальная ситуация, на мой взгляд, мы готовы сделать решение кастомизировано. Ну, обсуждаем, что нет. Просто мы с вами Бригадир уже обсуждали, и там есть сложности вливания. И еще у меня был вопрос, который я забыл. На самом деле вопрос про Бригадир. Это отдельная система, то, что вы планируете строить логистики развивать, или это будет отдельный модуль? Какая страна? Ну, стратегически мы строим, как бы, такую платформу, которую мы будем расширять, ну, либо там, плагинами, модулями. Ну, почему? Потому что мы сейчас пошли по истории с пилотов, и мы начинаем, как раз, бизнес-процессов, и уже адаптируем решение. Ну, потому что иначе пока не получается. Вот. То есть, ну, логистика, скорее всего, она будет подключаемая, скажем так. То есть, с большой долей вероятности ее можно будет выделить в отдельный продукт и, там, пастомизировать или использовать в этой ситуации. Потому что, ну, вообще, мы за основу, там, про алгоритры, если сказать, мы за основу взяли на работу, из, там, с другой сферы логистической, то есть, диспетчеризации, и, там, параметры оптимизировали, чуть-чуть скорректировали на работу, под важной задачей. С точки зрения решаемой задачи, я не совсем понял, как появился свой транспорт, то есть, как вы посчитали, на какое процентное соотношение, когда вы, в принципе, говорили, что 70% это моем и свои. Ну, мы просто вчера гоняли вечером алгоритм и взяли табличку, которая с этими самыми, с поставкой, с отгрузками и, вот, взяли ограничение, что у вас, типа, 150 машин всего, 30% это ваши, взяли 45 и по ним посчитали. С точки зрения, вы сказали, что 429 вы развезли GBI и это двухсуточная норма? Либо я неправильно понял. Это смена, ну, то есть, 12 часов. Там у нас получилось, в общем, за смену 12 часов разгрузить там 400 сколько-то и 92, по-моему, не успели нагрузить, ну, по расчету. 1300, 1400 все. Это резькомплекты, это не живые, это резькомплекты. 429 резькомплекты? Нет, это 1625, резькомплекты. Резькомплектованы из четырех и тяжелые. Да, да, это 1420 и резькомплекты. Ну да, все, идея верно. Резькомплекты. За 12 часов. Нет, это за 20 часов, по 12 часов. А, вот. Фильм половой, потому что писал бы. Окей. С точки зрения селенситационного плана, изменения, как с этим будет работать, откуда заиграть данные, там, с какими ролями взаимодействуют. А, ну, смотрите, роли мы взяли те, которые были заданы сначала, то есть строитель прорак на стройке, соответственно, 4 роли в узле логистическом, это склад, диспетчер, администратор и логист, и, ну, у них сам, те, кто возит, соответственно, водитель и диспетчер. Причем, ну, мы считаем, что диспетчер на стороне логистики можно будет, в принципе, убрать. Потому что там его задача – это принимать звонки от водителя и, в принципе, тоже можно принимать автоматически, если нужно. Вот. Плюс многие вещи, которые чисто учетные, они, разумеется, при изборе всех данных формируются тоже автоматом, то есть отчеты и так далее. Ну, по запросу руководства. Даже борды, которые показывают, там, сводную информацию по разрезе, ну, уровня момента. Потому что кому-то нужно видеть картину по деньгам, кому-то нужно видеть картину по, там, утилизации транспорта, то есть насколько он хорошо эксплуатируется и так далее. Ну, скорее, логиста задача. Вот. А с точки зрения целевых параметров, с какими вы работали, что планируете улучшить, может, киндикативную площадь. Да. Ну, смотрите, мы использовали время погрузки, рейс-комплект и время разгрузки, длину маршрута, время на дорогу. Так. Что-то еще оправки, по-моему, не учитывали. Ну, вообще, идея была такая, что, чтобы была возможность в итоге подбрать транспортное средство на полный день, на сутки, на сколько-то, и его гонять, грубо говоря, по-кругому. То есть, чтобы он с одной точки на другую ездил, там, не простаивая. Я просто, там, как-то давно сталкивался с такой потребностью на логистике, и там была у меня всегда такая боль, что, ну, платить за доставку за одну, а нельзя там загрузить, типа, на день, и чтобы он там все поразвозил, попробуй и так далее. Ну, это именно такая принципиальная мысль, которая в идеале должна работать. Соответственно, для этого утилизация нужна, потому что если утилизация, там, близка, там, 80%, соответственно, можно арендовать, там, на продолжительный срок и контролировать этот процесс. С точки зрения взаимодействия с поставщиками услуг? Так, ну, вероятно, им придется внедрять какую-то часть клиентскую, то есть приложение или, там, типа, админпанель, где они будут видеть заявки, заказы на поставку и так далее. Вот. Ну, по-хорошему, кстати, вот даже история с тем, что водитель, там, обманет, там, никогда поставит статус, это же все равно фиксируется на стороне складов, например, там, или стройки. Эта ситуация скрывается, и, ну, по идее, поставщику сразу должно быть письмо счастья, что вы, там, нарушаете SLA, как бы, не очень. Ну, еще можно, на самом деле, как-то провести. Ну, водитель может приезжать, там, не знаю, чекать QR-код, а плодовщик на складе, там, его, ну, по номеру понимает, что они, там, смачивались. Еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.